Внешний вид Внешний вид Лыжая шерсть на маленьких прижатых к голове ушках, гордый постав головы, пристальный взгляд огромных, умных и удивленных глаз. Таким вы видите меня. Появились предки японских химов в Японии очень-очень давно. Я уже даже не помню когда, хотя генетическая память подводит меня редко. Принято считать, что моих предков как символ Будды в 520 году н.э. привезли буддисты, монахи с Тибетом, в дар японскому императору. И разведением химов занимались в тибетских монастырях. Принципы же разведения держались в строжайшем секрете. Получив моих предков в дар, императоры возвели их в ранг священных собак. Хины содержались как в императорском дворце, так и в храмах. Участвовали в религиозных и светских церемониях и торжествах. Им посвящались художественные изображения на вазах, картинах. Наши скульптурные изображения украшали храмы и дворцы. Право на содержание хинов имела только императорская семья. Только император мог подарить хина. В 18-19 веках хины появились у приближенных к императору вельмуж. Субтитры создавал DimaTorzok Хин – это вообще изумительная порода. На японском языке иероглиф «чин» означает нечто среднее между чем-то и чем-то. То есть что-то невероятное, какая-то ценность, какая-то изюминка, удивительность. Это даже не передать словами. Поэтому хин – это не совсем собака. Очень известная американская заводчица сказала такие слова. У меня дома нет собак, у меня есть хины. Это действительно так. Хин, в принципе, отличается от большинства собак тем, что на протяжении долгого-долгого времени он был выведен искусственно только для одной лишь цели – общения с человеком. Если пудель, спаниель и много других декоративных пород, которые сейчас считаются декоративными, раньше были все-таки или охотничьи, или тот же померанский шпиц. Он произошел от большого шпица, то есть издовой собаки. У них было какое-то применение изначально. То хин был выведен только для одной лишь цели – общения с человеком – нету. Мама! Где мама, Марася? Скажи мне, мама! 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 Хина – изумительное животное. Когда ты приходишь домой, уставший, злой, стройный, с кучей отрицательной какой-то энергии, которая осталась за порогом, она действительно остается за порогом, потому что дома тебя встречают твои хины, они обязательно тебя вылежут с ног до головы, разберут по кочкам, перетащат все свои игрушки, погордится. И это вовсе не секрет, когда секрета вовсе нет. Скучают все на свете. Да почему? Да потому что ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. У меня была знакомая, у которой был японский хин, и она говорила, что он очень хорошо умеет лечить даже головную боль. То есть он ложится вот именно рядом с головой, и через какое-то время головная боль проходит. Я охотно в это верю. Потому что такая собака, как хин, для нее, по-моему, нет пределов. Это космическая собака. Хин, он настолько нежный, настолько необыкновенный, что на него смотришь и радуешься жизни. Именно жизни, потому что ты видишь что-то необыкновенное, что-то светлое. И даже не могу передать. Сегодня я прихожу домой, как будто бы я попадаю в рай. Они практически на собак не похожи. Вообще по преданию, по всем записям, по рассказам, все, что передавалось, это как бы собака-кошка. По повадке у хина действительно кошачьи. Это очень большая нежность, действительно. Он к тебе прильется, он тебя будет вылизывать. Он себя вылизывает. Когда кто-то приходит, он начинает прям крутиться возле ног. Они очень ласковые. Хины – это существо, которое действительно готово отдаться, в принципе, любому. Они очень любят людей. Они очень любят детей. Они готовы, чтобы их постоянно гладили, чтобы с ними играли. Для японцев до сих пор, прежде всего в хине, очень важна голова и выражение лица хина. Для них это главное. То есть очень важные плавные линии головы и умилительное выражение мордочки. Без этого хин не считается хином. Во всяком случае в Японии. У них в глазах разум, интеллект. Не пустой взгляд, не просто преданность и все. Нет, у них интеллект. Они пытаются понять. Хина умеет корчить рожицы. То есть у них достаточно богатая мимика лица. Хина умеет улыбаться. Хина умеет показывать свое недовольство именно гримасой. Это, не знаю, для меня это многое значит. У них нет морд, у них есть лица. Мне повезло познакомиться с человеком, у которой огромнейший опыт в разведении японских хинов. С заводчицей, которую я считаю другом и учителем. И которой я безумно просто благодарна. С заводчицей японских хинов это питомник Дели Сакура Елена Цыганкова. Всем тем успехом, что я добилась просто в разведении, я обязана ей. Я не стужусь признавать. Это так и есть. То есть на данный момент я считаю, что у меня неплохое. Достижение у меня в питомнике два юных чемпиона мира по годке. Юный чемпион мира 2014 и юный чемпион мира 2015. У меня несколько интерчемпионов. Ну, соответственно, чемпионов Израиля, юных чемпионов Израиля, чемпионов разных стран. Это уже как бы... Я считаю, что это много. Для 10 лет, с которыми я занимаюсь, это много. Ну, еще мое, в принципе, достижение, то, что я являюсь руководителем породы японских хинов Израиль. Я, в принципе, я очень рада, потому что я собираю вокруг себя владельцев хинов действительно высокого класса и которых я стараюсь продвигать дальше. Я, конечно же, заинтересована в продвижении породы, потому что хинов мало знают. К сожалению, порода малочисленная. Хины не рождают. У хинов нету больших пометов. Хинов нету больших пометов. Я считаю, что нет лучше собаки на земле. У меня просто слезы наворачиваются, когда я представлю, как я была, жила бы без нее. Правда, это лучшая собака. Она потрясающая, она добрая, ласковая, умная, потрясающе красивая, компаньон. Всегда-всегда желает быть с тобой, быть с тобой рядом, принимать участие в своей жизни. Она не навязчива, она никогда не заставит заниматься собой, если у тебя нет на это время. Эта собачка для тех, кто хочет красивую собачку, но нет особенного времени ухаживать за шерстью. Она прекрасна, добра, нежна, умна. Просто это ангелы на земле. Мы их очень любим. Деда, здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Деда, здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Шалом, шалом. Шалом, шалом. Правда, она чудо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok